Спартакеада объединит трудовые коллективы более 160 анапских организаций, учреждений и предприятий, из которых 84 представляют сельские округа. Заместитель мэра Анапы Сергей Козлов поручил начальникам управления и главам сельских округов проследить, чтобы все коллективы участвовали в мероприятии. До четверга все заявки на участие должны быть отправлены. Все должны участвовать в этой спартакеаде. Это трудовые коллективы. Они на нашей территории. Я не думаю, что у них есть дети, у них есть семьи, у них есть все. Есть свой трудовой коллектив, который выставит тоже свою команду. Хотят они, этого не хотят, но этим нужно заниматься. В программу соревнований вошли 9 видов спорта. Мини-футбол, стритбол, перетягивание каната, настольный теннис. Анапчане попробуют силы в гиревом спорте, скиппинге, прыжках на скакалке, легкой атлетике, двоеборье, женщины и мужчины. В плане соревнований в дартсе-шашке. Спартакеада пройдет в два этапа. В первом с 29 марта по 31 августа будут соревноваться трудовые коллективы организации. А во втором с 1 по 30 сентября определится лучшая команда, которая поедет в Краснодар, отстаивая честь Анапы в финальном этапе спартакеады трудящихся. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. Регион. Субтитры создавал DimaTorzok